Тебе не надо двигаться. Тебе не надо говорить. Смотри в этом направлении спокойно. И когда ты смотришь, я хотел бы тебе напомнить о том, что ты делал, когда впервые учился писать буквы алфавита. Они казались тебе маленькими, сложными буквами, сложной задачей. Буквы были разных форм и размеров. Их так было много. Печатные буквы, письменные буквы, заглавные буквы, маленькие буквы. Но потихоньку, одну за другой, у тебя сформировался зрительный и ментальный образ с каждой буквы. Зрительный и ментальный образ, расположенный где-то в твоем мозге. Расположенный там навсегда. И точно так же ты выучил числа. Ты выучил, как шестерка отличается от девятки. А девятка, это перевернутая шестерка. А каким образом, куда смотрят ножки от цифры 3? И потихонечку у тебя образовался зрительный и ментальный образ, расположенный где-то в твоем мозге. Пока я говорил с тобой, изменилось твое дыхание, изменилось твое кровяное давление, изменился твой пульс, тонус мышц изменился, моторные рефлексы изменились. И когда я теперь скажу слово сейчас, ты закроешь глаза. Сейчас. Если ты будешь продолжать чувствовать себя все более и более удобно, настолько удобно, насколько ты можешь себе позволить. И если ты будешь продолжать уходить глубже, тебе покажется, что ты превращаешься в один мозг, безграничный мозг, плывущий в пространстве, плывущий во времени. И вместе с твоим голосом, твой голос пройдет вместе за моим голосом. Мой голос может отличаться от голоса твоих родителей, или голоса твоих школьных друзей, твоего учителя. Он может превратиться в голос того, кого ты хочешь. Может превратиться в звуки птиц, поющих у озера, звуки реки или ветра. И я хочу, чтобы ты погрузился глубоко в транс, тем, чтобы ты забыл все и начал получать удовольствие. От воспоминаний, которые давным-давно забыл. От воспоминаний, которые становятся реальными и становятся для тебя всем сейчас. Ты можешь вспомнить, как ты сидишь в школе. Парты, а мой голос превращается в голос учителя. А может быть, ты играешь сам с собой? Я не знаю, какие у тебя воспоминания. Но они очень хорошие. Их приятно переживать вновь. Чувствовать себя в прошлом. В своих давно забытых воспоминаниях. Которые внезапно стали реальностью. И ты оказываешься вдруг прямо в середине своих воспоминаний. И получаешь от этого удовольствие. Почти все мы имеем сны. И в наших снах мы можем возвращаться в наше детство. К любому событию в прошлом. Мы можем пережить его снова. Пережить наши собственные фантазии. Голоса, которые ты слышишь, настолько реальны. Они принадлежат людям, которые мы видим в наших снах. И которые тоже реальны. Все совершенно реально. И все это лишь обновление бывших воспоминаний. Воспоминания о прошлом. И все это становится так реально. Я лежу в постели. Мне снится, как я хожу по снегу. Когда я был ребенком в Висконсине, у меня замерзли ноги. И снег кажется таким реальным. Моя походка такая реальная. Картины зимы такие реальные. То, что я лежу в постели. Все эти воспоминания возвращаются в мой мозг. Мы слышим, видим и чувствуем. Все с помощью нашего мозга. Тебе очень удобно. И ты получаешь удовольствие. Получаешь удовольствие. От того, что ты сейчас школьник. Небольшой парнишка. Который может использовать все, что он хочет. А теперь ты можешь обратить внимание на то, что я этому парню ничего не предлагал. Я ему не говорил, что надо делать. Не говорил, что не надо делать. Я говорил, для того, чтобы он понял, что с ним происходит. И теперь, когда ты смотришь на него неподвижно, тебе будет очень трудно достичь этого же состояния сознательно. Ты можешь видеть отсутствие обычной двигательности в себе. И поскольку я не предлагал тебе это, ты мог заметить, что время изменилось. События прошлого воспроизводятся и воспроизводятся в твоем собственном опыте в то время, когда они на самом деле происходили. Я на самом деле ничего не знаю о твоем прошлом. Но он знает очень много. И я хотел дать тебе одно ощущение. Нечто, что могло бы очаровать тебя, привести в восторг. Ты можешь пробудиться в любое время, когда захочешь. Можешь не спешить. Я бы хотел рассказать тебе о твоих воспоминаниях, о том, как ты раздался, когда тело твое напоминало тебе тело человека в глубоком трансе. И ты бы мог почувствовать, что мозг твой как-то отличается от твоего тела. И ты бы мог почувствовать, что ты совершенно не контролируешь собственное тело. Что оно функционирует само по себе. и ты пробуждаешься, начиная с головы и обнаруживаешь, что тело твое остается спать в глубоком трансе. и ты совершенно не можешь им контролировать. И ощущение это совершенно новое. Ты можешь не торопиться. Да. Арне Хеленгард, Адреи Висцинхоха разработал диаграмму. Диаграмма внушаемости. Я не думаю, что внушаемость каким-то образом может повлиять на тебя. Все, что ты делаешь, это пробуждаешься. Пробуждаешь память, свое восприятие, свои мысли, которые обычно никогда не выходят на поверхность твоего сознания. И Пигель говорит о том, что глаза начинают закатываться, как будто люди не могут быть загипнотизированы. Один из моих друзей сказал, что Херд Шпигель обнаружил два предмета из шести. Двух пациентов из шести, которые могут быть загипнотизированы, а другие четыре сказали, что они не поддаются гипнозу. Поэтому мой друг ввел всех остальных четверг в транс очень легко. Хилгерт говорит о скрытом наблюдателе. Да, ты кладешь... Ты являешься скрытым наблюдателем собственных снов, собственных ощущений. Твои сны реальны. Ты ешь. Это реальная еда. Ты ведешь реальную машину. И все это время нигде нет наблюдателя, кроме тех моментов, когда в твои сны входят какие-то посторонние люди, наблюдатели. Гипноз — это состояние осознания, в котором то, что ты уже выучил в течение своей жизни, и то, что используешь автоматически, внезапно, становится непосредственным образом доступным для тебя. Все мы имели ощущение рвоты. И, наверное, пытались делать это сознательно. Но ты не знаешь, как вырвать. Но это знает твой желудок. И он это может сделать за тебя. Твое тело знает, как надо покраснеть. А ты этого не знаешь. Но тело твое знает. И ты знаешь это. У тебя выделяется слуна. Ты не знаешь, как ты этому научился. Но ты выделяешь слюну, которая необходима для протеинов. И я сомневаюсь, знает ли кто-нибудь, насколько специализированы слюны и железы. Но ощущение в твоем рту при том, как ты ешь разную пищу, связано с выделением слюны. Мы знаем многое. Многое из того, о чем не осознаем. Мы можем побледнеть. У нас смогут появиться мурашки. Мы можем перенаправить течение крови. Но только мы, на самом деле, не знаем, как это делать. Вы можете пройти медицинский осмотр. И колено будет дергаться нормально. Но если ты сожмешь кулак, то колено будет дергаться больше. И врач скажет тебе, что руки твои подсоединены через плечи к торсу, а торс подсоединен к тазу, а таз подсоединен к бедрам, а бедра ведут к коленям, и напряжение в руках может увеличивать напряжение в коленях. Я хотел бы, чтобы ты получал от этого удовольствие, воспоминаниями своих, переживая давно прошедшее прошлое. Важное ощущение, когда ты отвергаешься гипнозу, это чувствовать себя приятно. Пока твой пациент остается жив, ты предполагаешь, что он может впасть в транс. И если он хочет работать с тобой, ты можешь ожидать от него некоего трансового состояния, которое он может развить в себе, научиться входить в него. И когда ты действительно хочешь этого, ты не делаешь его. Это приходит к тебе само, с неограниченной уверенностью. Ты можешь стать специалистом, уверенным в себе, что твой пациент ходит глубоко в транс. Я думаю, что самое важное в психотерапии это готовность сотрудничества, готовность ожидать, действительно ожидать того, что пациент начнет выздоравливать, захочет обнаруживать в себе новое, учиться новое. и необходимые подстройки принесут ему удовольствие, и твоя ориентация будет исключительно в лучших твоих собственных интересах. Таким образом, твой пациент начинает ощущать чувство доверия и удовольствия и заинтересованности. Ты хочешь ему добра, и пациент отзывает тебе не нужен рапорт. Пациент может прийти к тебе и сказать, ты мне не нравишься. Я не хочу нравиться тебе. Я презираю тебя. Ты мне совершенно не нравишься. Но я знаю, что ты хороший психотерапевт, а мне нужна психотерапия. И хотя я ничего от тебя не хочу, я хочу обнаружить, найти мое собственное психическое здоровье. И ты можешь помочь пациенту достичь его с помощью терапии. Я знаю, то, что много писали о рапорте. О трансфере переносе. И имею в виду, что пациент всегда индивидуален. и что нам нужно делать, это попросить пациента использовать его возможности, поскольку возможности его настолько безграничны, что ты на самом деле даже не подозреваешь, как многое он умеет. Никто не знает, как он учится. но мы знаем, что шум приходит спереди, или сзади, или сверху, или со стороны, или справа, или слева. На самом деле звук может прийти с любого направления, но ты автоматически знаешь, откуда этот шум. не перестаем анализировать и при этом учиться. Мы думаем о том, что учатся наши уши, о том, что чему учатся наш лоб и щеки. В конце концов, мы начинаем осознавать, откуда приходит звук спереди, сзади, или сбоку. И следующий шаг научиться принимать этот звук автоматически. Пока наконец случайно ты не обнаружишь, что можешь делать это совершенно без отрепления. Ты знаешь, где твои уши. больше не знаешь ничего, и большинство нашего подсознательных действий автоматичны. Мы даже не знаем, что мы достигаем с помощью этих действий. Мы учимся производить звуки, сначала плачем без всякого смысла. Затем начинаем учиться плакать тем, чтобы твоя мама поняла, что тебе холодно, или ты хочешь спать, или ты голоден, или тебе одинок. звуки производят узнаем, что звуки производят другие люди, и начинаем им подражать. И мы подражаем не для того, чтобы делать что-то конкретное. Мы говорим бессмысленные звуки, имея в виду, я хочу попить воду. И подражать, мы начинаем учиться говорить даже такие сложные фразы, как «Мне удалось, я туда пойду». мы начинаем учить разные времена, грамматические времена, начинаем понимать, что существительные отличаются от глаголов, и потихонечку, без сознательного восприятия, мы начинаем учить звуки алфавиша, и комбинации, Наконец, мы учим слова, и потом уже, мы уже говорим целый день, совершенно не задумываясь о том, что когда-то нам было сложно выучить и одну букву и произнести один единственный звук. А теперь мы используем разговор, забыв о том, что когда-то мы много-много учились этому. Это длилось довольно долго. также долгое время потребовалось нам для того, чтобы понять, как двигаются наши руки, как они хватают. Сначала мы захватывали правой рукой левую руку и это было врожденное хватательное движение. Но потом ты начал понимать, что руки твои принадлежат тебе, и ты начал играть своими пальцами ног, пока наконец ты не обнаружил, что руки полностью принадлежат тебе. через некоторое время я попрошу тебя пробудиться, пробудиться начиная от твоей шеи вверх, а сейчас у тебя потихонечку обуждаются шеи, а твое тело остается глубоко спящим. И я сейчас попрошу тебя обнаружить те воспоминания, которые для тебя наиболее реальны и одновременно наиболее забыты. Я бы хотел, чтобы ты обнаружил прекрасное ощущение того, что голова твоя пробуждается. И как бы хорошо, если бы ты сумел поделиться с другими совершенными незнакомыми людьми некоторыми своими давними воспоминаниями, о которых ты давно-давно не думал. Что? 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 О чем было это воспоминание? О том, что я сижу в школе за партой. А кто сидит впереди тебя? Это девочка, ее зовут Черилл. Подумай, когда в последний раз ты вспоминал Черилл? Какого цвета было ее платьице? Я не уверен. Мне кажется, оно было в клеточку красное или голубое и белое. Ну, конечно, вызывая транс, я говорил о том, как мы учимся писать, что само по себе помогло тебе регрессировать. Я говорил о воспоминаниях давнего прошлого, регрессе. И я заставлял тебя регрессировать в те воспоминаниях. И я убежден, что если бы я продолжал говорить о том, как он учится писать или читать, гипнозе. Обычно в гипнозе наилучший способ получить результаты это воссоздать ситуацию, в которой желаемые результаты легко достигаются. Как тебе нравится быть пробужденным от шеи вверх? Смешно, как-то странно. Я чувствую, как будто у меня анализия во всем теле. Как будто перчатку одели на тело. И медицинский это наилучший способ помочь женщине родить ребенка. Ты отделяешь верхнюю часть ее тела от нижней части. И нижняя часть тела принадлежит акушеру, а верхняя часть ее тела принадлежит ей самому. И поэтому она может думать о ребенке, о том, как он рождается, о цвете его глаз, о цвете волос. И может быть она при этом подберет ему имя, или задумает сколько он будет весить, или какого он будет роста. И при этом она будет наслаждаться этим временем, тогда как акушер будет говорить «Ты хочешь посмотреть на ребенка? Он уже родился». И покажет ей ребенка, и она воскликнет «О, это мальчик». «А теперь посмотри на левую руку и на правую руку. Может быть, обе они решат сами по себе подняться к твоему лицу. А может быть, ты знаешь, которая из них поднимется первой, а может быть, не знаешь. Но ты, может быть, увидишь, что это будет правдой, ты на самом деле не знаешь, которая из них собирается подняться. ты не знаешь одна или другая или обе. Но ты можешь смотреть на них, потому что это руки твои захотят подняться к твоему лицу. и согнется твой локоть, и поднимется твоя кисть, но ты не знаешь, как твоё подсознательное управляет мускульными движениями. Ты почувствуешь осознание какое-то желание в своей руке, как будто она хочет вдруг приподняться. А теперь я хотел бы, чтобы ты подумал, что на самом деле ты не можешь ничего сделать, чтобы предотвратить этот подъём. Ты думаешь, что она поднимается как ты хочешь, но на самом деле это твоя рука влияет на твой мозг. ты можешь обнаружить, что ты не можешь двинуть рукой ни в одном другом направлении, вообще не можешь подвинуть с ней? И сейчас она притронется к твоему лицу? А может быть притронется и к твоему плечу? ты не можешь положить ее обратно на колени, ты можешь попытаться, но она не пойдет вниз, она пойдет вверх, пойдет вверх, ты не можешь удержать ее от того, чтобы она пошла вверх, ты не знаешь когда она начнет подниматься и на этот раз ты не можешь удержать ее от того, чтобы она прикоснулась к твоему лицу по твоей столице, рука твоя хочет прикоснуться к лицу и она собирается это сделать ты можешь постараться остановить ее, но рука твоя все равно сделает то, что хочет и чем больше ты хочешь остановить ее, тем более упрямой становится твоя рука и выuberка твоя, секунда, что может быть enclosed вверх, неrem на крабе, не промах, не промах, не промах... Ну, теперь-то ты уже знаешь, что ты не можешь выпрямиться в кресле. Ты даже не знаешь, как поднять твою левую руку. Ты не знаешь, почему, но левая рука твоя знает. И единственное, как ты можешь заставить руку опустить, опустить. Это, если поднимется твоя левая рука и потянет правую руку. Иначе твоя правая рука просто прилипнет к твоему лицу. И единственное, как ты можешь опустить ее, это если левая рука поднимется, возьмет правую и заставит ее опуститься. Я не знаю, если ты любишь музыку. Я не знаю, любишь ли ты музыку. Но если любишь, ты можешь начать слышать музыку. Сначала издалека, но потом она начнет приближаться, приближаться, пока ты не услышишь ее отчетливо. И вскоре ты обнаружишь, действительно обнаружишь, что ты и мой голос. Это единственное, что остается реальным. Тебе даже не надо знать, где ты. Но ты слушаешь музыку. Ты видишь перед собой озеро. Ты чувствуешь, что опускается солнце. Ты вскоре заснешь. И тебе может присниться прекрасный сон. Сон, которым ты можешь поделиться с незнакомцами. Это будет очень приятный сон. Самый приятный сон. Время может проходить. Секунды, минуты, часы. Целая ночь, целый день. Целая неделя, целый месяц, целый год. Ты почувствуешь, как ты растешь из маленького ребенка, большого мужчину. И все воспоминания остаются твоими. И ты можешь почувствовать их, испытать их, узнать их. И испытать вновь. То, как ты растешь из маленького ребенка в большого мужчину. И это прекрасное ощущение того, что ты знаешь. И то, что ты можешь сказать, я хочу пить. И можешь сказать, ты захват. И при этом знать, что это значит. Все эти замечательные воспоминания. И навыки, которыми ты научился. И которыми ты можешь поделиться с другими. Ты можешь быть маленьким ребенком. Подростком. Ты растешь. Взрослеешь. Становишься мужчиной. Ты можешь выбрать все, что хочешь. Ты можешь быть кем хочешь. Ты можешь не торопиться. Ты можешь получать от этого удовольствие. Наслаждение. Мне бы хотелось, чтобы ты вспомнил давно забытые воспоминания. Тех, которыми ты мог бы поделиться с другими. Полные воспоминания. Прекрасные воспоминания. Тех, которыми ты мог бы поделиться с полными незнакомцами. Я не знаю, что тебя интересует. Но сейчас у тебя есть возможность. обнаружить. Обнаружить. Найти. То, что ты испытывал давным-давно. И время сократится. Или же оно может расшириться. Но оно будет таким, каким тебе необходимо. Зима. Воспоминания того, что ты один в темноте. Воспоминания брызгающейся воды. Прекрасных цветов. Воспоминания незнакомцев. Того, что ты видишь кого-то впервые. Ты видишь свет. Знаешь, что ты сказал это слово совершенно правильно. Вскоре я попрошу тебя проснуться. И мне бы хотелось, чтобы ты испытал множество разных вещей. Тех, которые интересуют тебя. И тех, которыми ты мог бы поделиться с другими. И которые заставляют тебя получать удовольствие. Наслаждение от того, что ты научился чему-то новому. Тому, что ты выздоравливаешь. И обнаруживаешь новое. Удовольствие, которое ты получаешь от научения новому. От понимания странного и незнакомого. Все это происходило вокруг тебя всю твою жизнь. Пробуждайся, начиная от шеи вверх. И расскажи нам все, что ты хочешь. Я помню, когда я лежал в колыбельке, был солнечный день. И какой-то из ребят, сосед, играл и подошел к коляске. И смотрел на меня так странно. И он сказал мне, гу-гу. Я это очень запомнил. И это совершенно не приходило ко мне в голову. Когда я подрос, позже, мне ужасно хотелось съесть мороженое. Я стоял возле балладки мороженого. И смотрел на разные цвета. А еще до того, мне приснились сны. Там был старый человек. Странный головой. Как будто у него нет лица. Как будто я смотрел на него с необычной точки зрения. И потом появился картина заката. Я видел небо и другой город. Это был какой-то очень глубокий закат. Я продемонстрировал тебе одну из техник гипноза. Которую я считаю наиболее эффективной. Ты упомянул о разных вещах. Ты не пытался специально вспоминать что-то. Терапевт позволяет своему пациенту откликнуться на слова. Которые каким-то образом добуждают его желания. И он чувствует себя пробужденный. Хотя на самом деле все еще спит. Я чувствовал, что рука моя касается лица. И я не могу забрать ее. Я чувствовал себя очень расслабленно. А когда ты не знал, кто эти люди, сидящие вокруг тебя? Я не знаю. Была какая-то занавеска, которую задернули через комнату. И ты был на другой стороне занавески. И, пожалуй, это единственное, что я могу описать. Я единственное помню, совершенно очевидно, что ты был на другой стороне. А когда задвинули занавеску, кто был первым человеком, о котором ты вспомнил? Это был мой учитель? Нет, мне кажется, это был ты. Да. Я слежу за своими детьми. Как до определенного возраста. И ты видишь, когда что-то стоит рядом с коляской. И затем в какой-то из дней ты видишь, когда ребенок делает это и говорит, Боже мой, их же двое. И затем восклицает, Боже мой, да ты нет, трое. И затем, когда дети понимают, кто их мать, очень в раннем возрасте. Маленький ребенок может назвать соседку мамой и маму мамой. И каждую женщину в юбке мама. Но в какой-то из дней ребенок обнаруживает, что соседка это не мама. И когда ребенок отправляется в детский сад впервые, вокруг него все незнакомые. И ты не знаешь, если знакомцы большие или маленькие, но все они кажутся одинаковыми. Но по-тенему понемногу ты начинаешь распознавать разницу. А теперь ты понимаешь, что ты эволюционировал негативно и позитивно, но не знал об этом. Ты же не слышал, чтобы я сказал тебе, задвинь занавеску. Ты сам задвинул ее. И ты, и я, мы были в одиночестве. И где-то была занавеска. Разве это не раздражает тебя то, что ты не знаешь, как двинуть ногу? Тебя не раздражает то, что ты знаешь, что мускулы правой руки придвинули ее к лицу? Да. А теперь ты знаешь, какая рука это сделала? Нет. Я не знаю, как недостаточно. А ты не представляешь себе, сколько тебе потребуется времени, чтобы понять, какая уха сейчас поднимется? Я бы сказал, довольно долго. Как ты используешь мускулы своего тела на подсознательном уровне? Ты идешь по улице, проходишь мимо кого-то, не думая. А затем кого-то обгоняешь, и вдруг останавливаешься. Ты сдрагиваешься и говоришь, ой, кажется, этого человека знаю, а? И ты возвращаешься и говоришь с ним, а затем ты едешь по улице на машине, в закрытой машине. И в ветровое стекло попадает пчела. Ты вздрагиваешь, как будто она летит тебе в глаза. И ты продолжаешь ехать по улице. И снова в ветровое стекло попадает пчела. И снова ты вздрагиваешь и закрываешь глаза. Ты понимаешь, что ты не можешь остановиться. Каждый раз, когда пчела попадает в ветровое стекло, ты вздрагиваешь и закрываешь глаза. Это мера предосторожности. Необходимая мера для выживания. Подсознательное движение глаз. Нерегулярное, неопределенное. И работая над этим с пациентом, нельзя слышать. Но надо быть свободным, раскованным. И если пациент не реагирует, никогда не думай, что на самом деле так и происходит. Еще в 923 году у меня был замечательный пациент. Я продемонстрировал ей на семинаре в университете в Винсконсоне. Она была прекрасным объектом для демонстрации. Я заставил поднять ее руку, а рука ее не сдвинулась. А у меня тогда было мало опыта. Я знал, что она прекрасный субъект для транса. Я пробудил ее, вел ее в другой транс. и сказал ей, смотри на то, как поднимается твоя рука. Она поднимается выше и выше. И она галлюцинировала. Ей казалось, что рука уже поднялась. И я, в конце, до меня, в конце концов, дошло, что я попросил, чтобы она положила другую руку сверху первой. Так что она не могла ее поднять. Мне казалось, что рука на самом деле внизу. И я знаю, что тебе казалось, что первой поднимется правая рука. Но, как это неудивительно, начала подниматься левая. Независимое движение. Независимое движение твоей руки. Обучая студентов-медиков каждый год, я учу их реагировать на принуждения. Я выбираю одного из студентов и говорю в конце часа, ты не сможешь встать сейчас и выйти из комнаты. Пока ты сначала не встанешь, не подойдешь к доске и напишешь свое имя. Я помню одного студента, по-другому, он сказал, «Черт тебя побери, ни за что этого не сделаю». И в конце часа весь класс поднялся, чтобы уйти. И он сказал, «Черт тебя побери, я не буду это делать, я не буду это делать, я не буду, не буду». И он поднялся и написал свое имя на доске. Повторяю все время, «Не буду, не буду». Но не сделать этого он не мог. Я хотел, чтобы студенты-медики понимали, что такое настоящее принуждение. Иногда я думаю, в группе я обращаю внимание на одного из студентов с очень пудрявыми волосами, постриженными коротко. Я обращаю внимание, что она смотрит на одну из девушек в группе, у которой волосы длинные. И она трогает свои волосы и смотрит на эту девушку с длинными волосами. И в следующий раз я организовал так, чтобы она сидела рядом с этой женщиной. и она подняла сквозь свою руку. И я сказал ей, что рука сейчас сделает нечто, то, что она не знала, что произойдет. И рука ее поднялась и как будто нащупывая что-то схватила волосы, длинные волосы соседки. И я спросил, почему. Она сказала, что я всю свою жизнь хотел иметь длинные волосы. Они не вырастают, никогда не вырастают. Они только короткие и пудрявые. и я специально так постриглась, но я чувствую, как будто у меня длинные волосы. Я думаю о себе, о том, как я причесываю их. Я не могу подойти к незнакомцам и сказать, дайте мне потрогать ваши волосы. Но я видел, что все ее поведение показывает, что ей так хотелось дотрогать до волос этой девушки. И когда она вышла из транса, я увидел, что она уже не боялась подойти к ней и сказать, ты не возражаешь, я потрогаю твои волосы. Теперь для того, чтобы вызвать очень глубокий транс, ты всю жизнь учишься, что человек прятает опыт с практикой. Ты заставляешь пациентов медленно открывать, открывать глаза. ты просишь их посмотреть только на свои руки. Открываешь глаза, закрываешь их, смотришь на руки и снова из практики ты видишь свои руки. И вскоре поле твоего зрения начинает ограничиваться только руками, и ты начинаешь узнавать. Между прочим, где где была музыка? Послушай вот тот оркестр. очень издалека, неопределенно начинает просачиваться музыка. Очень издалека слышишь, как она приливает и отливает, ходит и начинает звучать чуть громче. И очень скоро ты уже слышишь ритм музыки, и рука твоя начинает отбивать ритм этой музыки. ты слышишь его. ты можешь отбивать ритм более свободно. Твоя рука раскачивается вперед, назад. ты видишь, как она отбивает время. И ты можешь объединить движение руки и это новое слуховое ощущение. И затем другая медленно начнется двигаться в сторону оркестра. оркестра. отбиваешь ритм. Теперь ты его слышишь, и твоя правая рука будет медленно подниматься и показывать в направлении оркестра. ритм. и видишь, одна реакция следует за другой, и правая рука начинает медленно двигаться и очень быстро указательный палец вытянется и покажет это самый лучший способ учиться гипнозу ты тысячу раз можешь наблюдать и очень скоро снова вернешься в школу слушая музыку отбивая ритм левой рукой и указывая пальцем на источник звука когда я учился своим техникам и гипнозу долгое время я ждал терпеливо ждал и учился осознавать никогда не пытался торопить своих клиентов я хотел посмотреть как они делают это сами а теперь ты видел пациентов ты был им сам и ты можешь использовать ты можешь войти в транс снова в течение часа не осознавая это но ты будешь знать что ты этим достигаешь чего-то хорошо ты можешь пробудиться ты будешь не торопиться но пробудись полностью от кончиков пальцев на ногах до макушки пробудись весь ты можешь вдруг почувствовать что это не может быть тебе даже не захочется ты можешь дышать что-то ты можешь у кого тебе вернуться очень приятные ощущения и теперь уверенность полное осознание того что ты умеешь твоем голосе теперь не будет нетерпение или сомнения ты просто знаешь что твои пациенты спокойно впадают в траву ты просто знаешь что они делают это так как хотят получают то что им необходимо и доводя демонстрацию с пациентом который хочет только научиться будет не просто для тебя потому что мотивация научиться она сознательная и при этом тебе придется преодолеть невроз человека и а и 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